привет всем дорогие подписчики и зрители канала с вами дарт и мы опять в игре jurassic park operation genesis и сегодня мы смотрим еще один мод который называется jurassic world fallen kingdom который сделан по второму фильму то есть у меня вроде похоже мод уже смотрел я выложу в конце видео ссылку на тот видос если кто не видел но в общем в этом моде гораздо больше новых животных соответствующих фильму это связано с тем что когда выходил прошлый мод тогда еще не было особо трейлеров да и чего то еще и какие-то животные были еще под вопросом после выхода трейлера мы узнали допустим что будет аллазавр барионикс и многое другое и этих животных добавили в эту в этот мод именно поэтому я решил его переснять тем более модели здесь некоторые выглядят по-другому то есть своего рода нововведения какие-то поэтому в целом можно весьма глянуть так что устраивайтесь поудобнее я надолго вас не задержу да я думаю вы уже поняли посмотрели сколько минут идет видео дам так здесь расставим сразу инкубатор штучек 5 я думаю будет нормально кстати сразу смотрите иконки люди динозавры да вот там показано все новое здесь вот так же новое менюшка или как рассказать панель когда доктор сеслер сетлер так смотрим здание вот у нас есть отель что-то новенькое выглядит как как-то сказать центр посетителей да а самсунг инновейшн цент центр написано но он центр какой-то самсунг почему самсунг непонятно может я чуть не знаю просто так посмотрим что у нас тут еще есть как сувенирная лавка не знаем прошлом моде она была или нет но что мне нравится что там внизу стоит пускай уборщик но в общем живой чувак то есть если кто-то будет подходить что-то покупать хотя бы визуально будет выглядеть как будто реально там человек продает от обычно там вообще никого нет они непонятно кого покупают ну в общем тут ассортимент все тот же самый ничего нового не добавили так киоск я вам покажу я просто не помню показывал я вам или нет эти строения и были ли они вообще в предыдущем моде но там вот уже стоит женщина кстати это прикольно так что у нас там кое не там что у нас там еще есть у нас есть туалет также вот иконочка новая к сожалению не помню как зовут этого чувака так окружение ну тут думаю все обычно и до деревья вроде похоже так ну тут вот эти все обычно да только башня башня вот она немного другая давайте посмотрим как на выглядит данном моде неплохо в целом окрашена под тона всех остальных зданий да в целом все то же самое то есть ничего такого не добавили так и вот это на воздушном шаре тур такой да так на дорожкам строить не будем просто посмотрим как выглядит он вблизи вроде такое уже где-то было в каком-то моде но в целом все равно прикольно когда и здание немного изменяются так но здесь все то же самое ничего новенького я не увидел можно начать создавать животных первым у нас будет микроцератопс который здесь микроцератус почему-то называется стигима лох у нас тут есть которого тоже по сути недавно относительно узнали что он будет големимус в окрасе из нового фильма так пахицы фалозавра такого мы видели даже несколько раз вот новое животное подтвержденное сина цератопс да будет у нас такой фильме так анкилозавр не помню показывали нет давайте все мы посмотрим как это не сразу видите группой вышли из-за того что я этот мод тоже наложил поверх мода дайны соус академии да вот и благодаря этому там есть какой-то файл короче который позволяет создавать животных они когда выходит из инкубатор они разного размера все то есть типа детенышей взрослые именно вот эта фишка мне в моде понравилось я решил поверх него установить этот мод ну скажем так если сравнить с модом турок да тут киша звезд с неба не хватает то есть здесь модели делали люди самостоятельно но все равно выглядит очень клево то есть человек постарался в принципе окрас выглядит лучше оригинала я считаю так что это неплохо я думаю вот детенышка ли мимуса допустим если создавать парк да именно играть в режим строительства парка не объект бета думаю это будет гора очень прикольно да то есть тут куча новых животных конечно не хватает старых типа кент роза вратам и счет что-то такое да каких-нибудь вырезанных но тут есть новые они сделаны по фильму так что можно думаю и в парк немного поиграть там если у кого-то еще есть желание я просто уже столько лет играл в создании парка да в этот объект б в общем я наигрался скажем так жду выхода джурасик world evolution до чтобы что судя по трейлер он притянет меня на многие часы и будет классно если мой ком позволит записывать это для youtube а может у меня тогда уже будет новый комп посмотрим посмотрим так 30 рад в целом давайте можно 30 рад показать никто думаю не умрет так что у нас там еще нас тут еще есть прозоролов так давайте посмотрим вот они сразу компашка вышла по хиринозавр да также подтвержденное животное вроде в новом фильме ну как вам сказать в целом неплохо как раз ну мы видели гораздо мод и похуже если отходить от противного то этот мод он очень хорош а если смотреть на него скептически да то есть типа как реалист то в принципе мод такое выше среднего 6 из 10 я бы сказал может себе здесь да не думаю 6 хотя в среднем 6 половинам поставить вау ничего себе какой огромный стегозавр не но я конечно знал что допустим во втором фильме ну в общем ин джен когда создавали стегозавров они получились побольше размером где-то метров 12 длину хотя должно быть не больше 9 до вот ну что и в моде его таким сделать это просто класс во первых окрас как из второго фильма вроде бы похож и озвучка озвучка это просто просто в музыка для ушей серьезно звучку прям как из второго фильма и ты себя ощущаешь реально как будто ты там оказался вот эти кстати группой смотрите ходят по разу ролов друг за дружкой у них есть какой-то альфа наверно да и они за ним ходят да вот это сам здоровый это альф корону на рисунок до озвучка прозоролов тоже это просто великолепно стыд они топают за ним это самец его гарем так что тут у нас кто тут у нас еще есть вот такой как раз прозор лавами два параза уролов и мы видели да поэтому не будем смотреть а вот это монтозавра пожалуй посмотрим апатозавр безусловно наглянуть кто там у нас еще имеется у нас тут есть брахиозавр так мы здесь думаю хищники да уже пойдут пока их пожалуй трогать не будем дату больше никого нет так компсогна да ну пока не будем создавать великолепно великолепно они сделаны по фильму да и это выглядит клево так по моему там брать и там монтозавра сбыл да да все правильно просто что-то забыл в общем выглядит классно вообще мне этот мод нравится серьезно именно тем что животные новые до которые именно по фильму то сделано и нравится то что их окрас он не убожески какой-то в принципе терпим то есть соответствует так оригинальным окрасом из игры да то есть это я неплохо патозаврики получились хорошо помнится мы в каких-то моды видели как будет там все болталось что-то там найти тряслось типа брахиозавры тоже сделаны по новому фильму да они немного отличаются от моделей брахиозавров которые есть уже в этой игре по моему эти даже больше стали до на пару метров их повыше сделали и их модель как раз прям вообще мне очень нравится великолепный великолепно так давайте посмотрим хищников переходим к хищникам к плотоедным засранцам дар надеюсь я могу создавать сколько угодно животных будет обидно если я сейчас ограничение высказнишь что типа больше нельзя тунц 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 такая компашка вышла такие гопники гопниками мира юрского периода так ну учитывая что не мелкие они пропали в траве так вот дело фазауры тоже клево выглядит вообще классно дождь смотрите группой куда-то уходит очень не худо здорово это на ральф да и он их ведет за собой ну классный окрас мне нравится все пока пока все хорошо все хорошо да кто у нас там еще есть волосараптор окей еще какой-то raptor и in the raptor отлично новый гибрид тут тоже есть так отчет за 2 раптор интересно ну вроде как говорят что в игре будут дикие какие-то рапторы да то есть помимо blue который сбежала там на острове имеются дикие рапторы которые расплодились когда произошла трагедия в первом парке типа они там где-то бегают ну естественно построили забор и прочее чтобы они не пробрались в парк так мы были обычными такой да все таки это похоже на каких-то диких рапторов они даже похожи на рапторов из третьего фильма то как раз другая модель похожа да ну или шороху прошу прощения навели шороху да пробежались там запугали всех так давай создавать индо рапторов так царатозавр карнатавр тут есть метриоконтозавр и барионикс вообще все что нужно для полноценного парка точнее для полноценного мира юрского периода до царатозавр кстати модель тоже немного другая не просто именно окраса сама модель то здесь вроде ему что-то с головой сделали форма черепа теперь выглядит по-другому так ну индо рапторы классные ребята переговариваются с собой так вот видите у них голова стала больше и они сами по себе стали больше чтобы больше под стать динозавром из фильма да по крайней мере такой он был в третьем фильме то вроде такой же здоровенный ты тоже башка огромная такая была так ну давайте карнатавров естественно создаем который теперь выглядит как-то необычно то есть в остальных модах как-то карнатавра по-другому делали да вроде брали модель аллазавра оставляли тот же размер и просто как-то уменьшали передние конечности и рожки делали то здесь какой-то он другой он из модели каких-то других динозавров сделан совершенно не похож на модели другие карнатавров которых мы видели даже не знаю из кого его и сделали таким-то прям никого не напоминает из оригинальных моделей в игре так вот митрия кантазавра выглядит прикольно обычно так кто там еще барионикс создаем так и здесь уже пойдут крупные хищники аллазавр брахиозавр помер что а нет он упал просто так барионикс выглядит тоже превосходно прям вообще очень похож на окрас из игры конечно далеко ему до оригинала давно все же ребята постарались и получилось нечто похожее даже я бы сказал очень похоже но особенно издалека если смотреть ну что вблизи все эти детали прорисовываться да вот эти все ну видно что игра уже устарела вот но издалека смотрится неплохо так аллазавр кстати больше похоже на своих ископаемых предков то есть они такие сплющены с боков потому что если вспомнить оригинальную модель из этой игры то она там такая здоровенная туша единственное что напоминало аллазавра это форма черепа ну чисто внешней формы на деле там был гораздо крупнее так тирексик интересно это какой именно тиранозавр что вроде тут две модели тирекс мне интересно то отсылочка типа что фильме будет несколько тиранозавров или как или это просто из какого-то фильма сюда засунули для разнообразия но это тот оригинальный да вот у него шрамы есть на шее то как раз немного сменился он должен быть монотонный тут прям такой пёстренький ну вот этот тирекс это что это вообще откуда такой окрас каком фильме такой был вроде во втором да похоже но в третьем тоже похоже на этот окрас но все но тем более в третьем фильме был объект б и он там помер убили убил его спинозавр там так зухаммин и эндоминус и в принципе все обидно что зухаммин тут по размерам но этот типичный спинозавр только ему парус отрезали но отрезали кстати добротно то есть обычно мы смотрим когда им парус отрезают у них такие дырки в теле если сверху смотришь да то есть модель насквозь просвечивается здесь отрезали грамотно ничего нигде не просвечивает но обидно что за хамим здесь по сути 18 метровый 15 метровой длины как минимум то есть он больше тирексах это должен присмыкаться перед ним но эндоминус и видели модели и получше конечно но все равно думаю пойдет ребята постарались получилось похоже как че походу всех стегозавров перебили да здесь он защищается брахиозавр то его никто не завалит даже эндоминус наверно не рискнут так ну что ж надеюсь это видео вам понравилось пишите ваше мнение по поводу мода а если очень ждете фильма то думаю должны оценить это видео лайком вступить в группу канал ссылка будет в описании всем всего хорошего до скорых встреч и всем пока увидимся в новых видео